Вы говорили, что здесь представлено явление, вот удалось ли раскрыть это явление? Ну, не нам судить, но мы явно сосредоточились на таких моментах Званцевской школе, которую никто не занимался, как бы имена выхватывают, но Лебонтов, Званцев, Панцев, и люди, сгинувшие, так сказать, в нашей истории. И Котович, потрясающая совершенно художница, тоже обмерла в 130-х лет. Второй вариант, это вот то, что всем уже дамил на 100-х лет, и студенты их не очень любили, но на самом деле все эти основы, это просто пропитерские, убедение в искусстве, это такая, наверное, каталуя, и там не было сильных исламов, все должны были пройти это убедение. Это было как, не знаю, образование, неплодив дилетанта. Действительно, преодоление дилетантизма, преодоление ячества, преодоление самодовольства. Кнадзе, конечно, были разные подходы. Вот Филонов считал, что он любого ребенка будет учитываться в юридическом языке. И действительно, у него были ученицы 12-14 лет. Он им ставил абсолютно точечки в опустое. Литров Коткин не был таким радикальным культурником, он хотел дать пропитеру. Ну, там, это вот, в страны, в негречай, на них, в то время, в философском, в дороже, так, в дилбольник, сняли объемы, без усилия, без веса, без веса. Это, кстати, задача авангарного. То есть он все суммировал и так, по-своему, пока. Вот это вот второй момент. Реально, пока школа бьет реальность. Здесь есть малоизвестные, есть пропавшие, есть очень сильные ученики. Но это интересно просто, раз, правда. В чем некоторые уже приходили к такой мастерине, на самом деле, автоматическому черному-белому, который он не любил. А тут, пожалуйста, белые тональности, да, чемпионатом, бакаду, фантастическую. И черная такая, у кружки, да что, берет, с ручками. Это как бы приглашает открыть этот мир дальше. Вот такие, что, такие игры, штуки, очень хилые. Надо сказать, что он очень был такой широкий взгляд. Частник Мюнзюрмортов, они, скорее, его читают, не обязательно объем, а там прям плоскость на плоскость. И плоскость, так сказать, плоскость упакована. Потом возникает тема, которая очень серьезная. Эта тема сначала религиозная, потому что, я не знаю, был, кому мы знаем, такой суходящий код. Но, на самом деле, продолжали тему 20-й год в начале. 50-й год, и главное, чемпионатом, это сам Петербург. Это очень серьезная тема, вплоть до чемпионатом, до смерти, во время блокады. Абсолютно сильная, мощная тема, аспектуальная, любовная, религиозная, какая-то такая же открытия. И потом вот эти вот связи с первой же 20-х, 50-х годов, которые сейчас вот все в этой культуре занимаются. Что был не только социализм, авангард, убивший его социализм, и третий путь под полный. Нет, вот эти вот художники, на мой взгляд, на мой взгляд, строители показывают свои связи. Закрой с ардеком, с какими-то своими, так сказать, сопоставлениями. Потом они показывают свои связи с физической жизни, и с новачанта, с итальянской жизни. Вот эти связи предстоит от учить и сделать. И, конечно, всем интересно, в таких вот зрелых картинах 20-х годов, Бучпятых, Водкинах, вот то, что называется ситуацией «смотрение». Вот есть несколько нориков сейчас современных, которые специально нарушают наш процесс исприятия. Тут кажется тебе, что темная дорожка, она обливается, не теряешь ориентацию. Зачем? Потому что ты начинаешь понимать, что то, что дома перед твоими глазами, не случает, а есть какой-то смысл. Разбивает привычность, инерцию. Это, так сказать, философская такая категория, которая предъявляет предмет в ней его связи. Это, например, нашим Петровым. Его не интересовала функция, декоративность. И мы интересовали, потом Чу-пятую, вот эти вот взаимодействия наших реакций. Я говорю, Чу-пятую, почему все время вот художник, человек, художник перед холстом параллельно, так сказать, хотя в жизни мы двигаемся торсом. И в искусстве надо передавать вот эти вот движения. И действительно, там у него и трамваи, и 10 точек серии. Самого художника, модели, которые бежали, и людей, которые в доме, которые смотрят на эту модель. Потрясающая трасса движений. Это все очень интересно рассматривать. Вот такие, совсем немаловажные для искусства моменты дает эта выставка. Повторяю, никто ни с кем не соревнуется. Кто больше, чем он... Вот это у нас была опасность. Там еще пять рисуночков дать, ну и еще представить пять земель. Ну, слава Богу, дали основные идеи, потому что это все-таки музей, он инновационист, и частный такой добытчик имен. Это тоже хорошо. Потому что частных имен, из частных собраний, из такого фактологического и произрастают большие выставки. Но вот здесь мы, во всяком случае, попытались показать такую сцепку явлений, смыслов и конкретных интеллектуальностей. Вы имеете в виду, что много еще, какое-то количество работ не вошло? Ну, во-первых, отсели довольно много, ну просто несколько, даже у нас нет, не говоря, да. А во-вторых, ну, однотипных художников, это другие, не знаю, полно, все эти другие художники, потому что дело не в конкретных именах, это очень много на самом деле. Все учились в филологии, все учились в филологии, хотя одни и те имена, частные. Дело в том, что как это репозитировано, как это выражено, в самом деле, случайность ли это, формально ли это, или это переворачило его апперсепцию, аппарат, восприятие, восприятие, и те слова стали, как это выражено. Скажите, пожалуйста, как соотносилось, вот то, что рисовали художники, да и их взгляд на жизнь, та жизнь, которая текла за дверями их мастерских, был ли какой-то конфликт в этом, или какая-то трагедия, как это отражалось в искусстве? Трагедия была у всех, всего этого покорения, у раннего, потому что почти все погибли. Шахманова, Ирия Гермонтова, от болезни, и так далее, и так далее, от уничтожения, все это люди до 30 лет, но это первая волна. Потом люди просто ушли, кто-то сделал одну работу, как всякие, или пропал, делал какие-то в советскую живопись, кто-то сник, кто-то продолжал работать на себя, это большая трагедия по коленям, но во всеми еще кто-то делал вещи, не сдаваясь, как Чуклятов, продолжал свою жизнь. И не он один, там, целый ряд художников. Кто-то ушел в другую сферу, как Плохалов, Пахомов, не был примерно очень много. Конечно, в этом была и трагедия, но в то же время, вот в этой метафизической немоте, в этом отказе от контактности, от самопокруженности, а тоже вежливее. Точно так же, как мы видим, скажем, депутатский художник Сорока, когда вот Бирси Игорь Барков, почему он так один ребенок от этого мира? Ну, тут не нужно потом придугнуть за него, но во всяком случае какой-то момент несовпадения с жизнью есть. Здесь это было очень серьезно, тем более, что Петро Куткин был вообще-то советским отчасти человеком. Он принял революцию. И комиссаров своих он писал не по заданию, и не только по заданию, рабочих. Он любил этих рабочих. Он сам пролетарский не аристократ. Это все званцевские, почти все аристократы. Это известно, а он-то был такой начитанный, простой, где-то углубленный человек. И вот когда его глазах вот этот миф о новом человеке рушился, и он это понимал. Мне, например, кажется, вот я писал, со мной не согласен, что даже твоя работа новая квартира, которую все читали «Неудача», которую он писал больше десяти лет. На самом деле, она как раз посвящена окружающей жизни. Сначала была радость вселения в новую квартиру и в новую культуру. Там эти зеркала, посуды, это все как бы вот проиталием, продолжается. А потом возникает абсолютная тема предательства, тема Христа. Возникает вот тема, потому что за 10 лет он увидел, что все эти первые подселенцы тоже уничтожены. Первые пролетарии, которые все везде в эту квартиру и духа их не было. Вот за годом все новые и новые подселенцы. Вот это вот, как мое представление, малькартир, он до конца даже и не смог близки, потому что это ледийное для меня. И все эти папские комиссары, они перекликаются с солдатами, офицерами первой мировой. Вообще была тема жертвенностью религиозной. Но вот это все наше великое упрощение, то есть когда-то читать вещи, не литературно, конечно, но пытаться понимать, что за этим станет. Мне кажется, вот сейчас, я посмотрел, на эту выставку, какая-то часть времени вроде бы довольно звезды произвести, как пишут все большие фунды. Есть?